Ольга Николаевна Куликовская-Романова Общественный деятель, автор множества книг и публикаций, председатель благотворительного фонда Ее Императорского Высочества, Великой Княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна является вдовой Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника Николая II. Родилась в Югославии в семье русских мигрантов. В разные годы жизни Ольга Николаевна жила в Южной Америке и Канаде, а в последние несколько лет снова обосновалась в России. Я знаю, что вы приехали во Владивосток не впервые, но на этот раз поводом стало 125-летие Морского государственного университета. Скажите, насколько, несмотря на холодную погоду, теплым оказался прием здесь во Владивосток? Вы знаете, замечательно. Во-первых, я хочу поздороваться со всеми телезрителями и пожелать им всего самого доброго. Так вот, действительно, мне посчастливилось, что еще не совсем снегом засыпан Владивосток. Было, я считаю, что феноменально хорошо, действительно. Настроение, подъем, все так сильно заботились обо всем, чтобы все было в порядке, чтобы все было, как полагается. А главное, море моряков, мореходцев. Это действительно прелесть, сердце радуется. Когда посмотришь, это колонна за коре идет. Очень красиво. Я вообще любитель формы, униформы. И считаю, что дисциплина для молодого человека – это очень важная вещь. Ольга Николаевна, для нашей молодой аудитории это может показаться удивительным, но ведь вы, несмотря на то, что рождены в эмиграции, являетесь воспитанницей Института благородных девиц, да, что сейчас... Который вывезли, который вывезли в 20-х годах, вывезли его, то есть 19-20 год, вывезли его, главным образом, это моя альбоматор, именно Новочеркасский институт. Это был филиал Смольного, но все учителя, все книжки, мы же донашивались те старые формы, чужие ботинки и так дальше. Так что все это осталось, и мы с трепетом это и почитали, и любили, и носили, иногда спрашивали, интересно, как звали девочку, форму, которую я надеваю сейчас, как ее звали, понимаете, кто ее носил. И отчасти это было для нас тогда, потому что вы поймите одну вещь, мы были лишены родины. От нас требовалось очень много. Во-первых, у нас двойная программа была. Мы должны были учить всю сербскую историю, географию, язык и так дальше, и у всех писателей, так как мы должны были сдавать экзамены. Но кроме того, все преподавание, все шло на русском языке. Так что фактически двойная программа была. Минуты не было свободной. Вот почему всегда занятость остается. Но это хорошо, я не скучаю. Скажите, а когда вы в молодом возрасте, ну, получается, росли за границей, здесь был понятный режим, да, тоталитаризм, и Иосиф Виссарионович, и все вытекающие отсюда последствия, а какие-то вести, информация, насколько она проникала? Мы следили, мы не могли проникать во все. Мы не могли следить, как у вас идет, там, скажем, воспитание, образование и так дальше, какие-то. Настолько нет. Ну, потому что жизнь все-таки идет, и свои собственные проблемы, там, с тем, с другим, школьные, и семейные, и работа, и так дальше, все-таки всегда были. И было, в общем, очень тяжело жить за границей, понимаете, потому что нас лишили родины, особенно моим родителям это было тяжело. Мы-то уже как-то справлялись, у нас, во-первых, классы назывались, каждый, то Москва, то Петербург, то Киев, там, или еще Чернигово, понимаете, это все было. Но вот какая-то прямая связь оставалась, или ее не оставалось в виде писем, или чего-то, то есть не было, наоборот, был страх, был страх, потому что мой отец ничего мне много не рассказывал, и не мог переписываться со своими родными, чтобы не повредить им, потому что это вредило тогда. Так что это была действительно занавес. А когда в 91-м году, насколько я понимаю, вы впервые попали снова в Россию? Ну, так уже тогда. Я приехала с опасением, конечно. И, так сказать, мы Тихона Николаевича не пустили сюда сразу. Но я скажу... На самом деле, небезосновательные были опасения, потому что 91-й год, Россия... Ну, я же говорю, что у меня дочь поэта К.Р. Константин Константиновича, Вера Константиновна, она самая младшая дочь, она наш добрый друг, и переписывались, и вот я цитирую ее. Но она, когда я ей написала, значит, мою поездку в Россию первую, она говорит, замечательное описание поездки в Россию, молодец. Она сказала, поход в Россию. Поход в Россию. Молодец, и, значит, настоящая казачка. Так что вот, видите, было, были неприятности, были даже, когда проверка паспорта, первый один сказал, а, приехали еще недорезанные. Это ужасно. Да, была встреча не особенная, но зато вторая встреча была очень... Наконец, слава Богу, милости просим, пожалуйста, и так дальше, пора уже приезжать. Давайте немного коснемся того, чему вы посвящаете в последние 25 лет своей жизни. Все основные силы и время, да, это вот... Россия. Россия, да, и Россия, и семья Романовых, которой вы волею судьбы оказались вот причастны. Давайте немного для нашей аудитории, которой, может быть, не знают. Это, в общем, так сказать, вы знаете, в жизни никогда не знаешь, где соломинку послать. Действительно, жизнь сложилась так, что вот я вышла за Тихона Николаевича замуж уже в зрелом возрасте. Это, я думаю, что это было действительно свыше. Как-то у каждого из нас была своя семья, своё это, но получилось так, что в один год мы оба вдавили. Сначала вдавила я, потом вдавила он. В течение шести месяцев, даже меньше. Ну и, в общем, мы-то были знакомы с семьями и всё, но дело в том, что начали утешать друг друга больше. Как-то вместе начали работать, там, письма писать и так дальше. У меня очень много знакомых, у него много знакомых. Вот начали это как-то соединять и всё. Ну и потом, значит, Тихон Николаевич получил предложение. Я долго сомневалась. Правда сомневались? Нет, я не хотела. Знаете почему? Потому что я понимала, какой это ответственность. И я просто боялась этой ответственности. Ну, потом, значит, он переубедил меня. Ну, сейчас вы главный, наверное, один из главных хранителей традиций нашей царской семьи. В общем, да, я считаю себя в этом отношении. В России, во всяком случае. Может быть, у кого есть архивы и там данные, и какие-то ещё. Вот князь Николай Романович скончался несколько месяцев тому назад. И я не знаю, что случилось с его архивом. У него был хороший, перешёл к нему от его отца. Но, понимаете, к сожалению, это всё, не все потомки дорожат этим. И не все потомки смотрят на это, как на историю. Смотрят на это, а, это папины бумаги. Я воспитана по-другому. Я была воспитана именно в духе России старой. Потому что мало того, что дома воспитывали меня, там, скажем, до 10 лет, то, когда я поступила в институт, то то же самое было. Это у нас портреты были у нас. Мы жили Россией. Опять-таки, тоже период, когда я училась, и когда сегодня учится, совершенно другая и другая система. У нас не было ни радио, ни компьютеров, ничего вообще. Радио позволяли старшим только ученицам в воскресенье на несколько часов только послушать. И то больше сидели сами на гитаре, играли на рояле и так дальше. Понимаете, было общение. Сейчас, кроме этого общения, ничего нет. Нету личного общения. И это жаль. Помимо трудов ваших, связанных с благотворительностью, с просветительской деятельностью, вы ещё и пишете книги. Вот две из них у нас здесь представлены. Я знаю, из них уже чтоб 10 насчитывается. Уже 10, да. Да, вы знаете, потому что, в общем, я не писатель и не, так сказать, не претендую на это. Я записываю и веду дневники. И потом это как-то собирается. Вот мне Андрей помогает. А вы с детских лет ведёте дневники или уже в зрелом возрасте? Нет, с детства я не веду дневники. То есть были, но это всё пропадало, потому что в бомбардировке, это самое, туда-сюда масса вещей пропало. У меня были русские вещи, которые мама вывезла. Замечательный альбом в Германии. Мы его потеряли, потому что была бомбардировка, разбили. И так что многое, что потерялось. Так что я нет. Я веду вот именно с момента в Россию, когда я ездила, потому что записывала всё, с кем встречалась. Как это дневник не воспоминаний, не чувств своих. Я их представляю при себе. А именно хронология событий? А просто да. Вот встречалась в таком-то результате, такой-то или никакого результата, или обещал, но подождём, посмотрим. И вот в этом роде телефоны, как связаться, когда позвонить и так дальше. Вот в этом отношении. Вернёмся к книгам. Что легло в их основу? Ну, это одна из первых книг, которая вышла царского рода. Это больше Тихон Николаевича материал. Он писал, он готовился выпустить книгу. И там есть вся родословная Куликовских. Вообще, так сказать, как первые Куликовские приехали в Россию. И каким образом они заработали война, в которой участвовал с Петром Великим и так дальше. Но вот эта книга, это посвящение Ольге Александровне, да? Это Великая книгиня Ольга Александровна, она не вела дневник, но она вела переписку. И вот из переписки у неё можно, так сказать, прийти к дневнику, потому что она очень часто описывала в деталях всё. Но теперь кому она писала, матери или брату, или кому, вот это трудно найти, не всё найти. Но у меня есть больше 100 писем её. Во всяком случае, эти, тут у нас есть и описание, и главным образом, это фотографии её с фронта. Видите, мы даже сохранили эти булочки эти. Это фотографии с фронта, из её личного альбома. Её личный альбом выглядит очень скромно. Вот, простой маленький альбомчик такой. И вот в ней, в этом альбоме находились фотографии. Мы их немножечко увеличили, потому что они гораздо меньшего размера. И вот это всё мы взяли, сделали, посвятили ей именно жизнь на войне. И тут же же она и обвенчалась с Куликовским. Вот видите, она как шеф Ахтырского полка. А это братья Панаевы. Все три брата погибли. Один из них был Гури Панаев. В честь которого он погиб первый. И в честь его Ольга Александровна назвала своего второго сына Гури. Ну, а Тихон назван был именно в честь святого Тихона Задонского, потому что она очень хотела иметь детей и не могла. Не получалось в первом браке. И таким образом она назвала, всё-таки когда получила ребёнка, в конце концов, она его назвала Тихоном. Так что это исполнило обещание. И потом ещё идут её за рисунки. Она во время того, когда отдыхала, она делала вот всякие рисунки. Тут есть и... А вы ведь привозили, да, во Владивосток, акварели? Я привозила, но эти... Это маленький альбомчик. Да, это именно карандашные. Которые, знаете, какие шизы делают. Есть и акварель, есть и, вот видите, даже и карандаш в красках. Но дело в том, что эти картины не давали ничего для выставки. Во-первых, они маленького размера были. А во-вторых, они, не понимаете, видеть ноги на операционном столе никому неприятно. Они как картины, как искусство. Я показывала это Сергею Андреяке, который у нас имеет академию. Он говорит, о, вот, говорит, как в смысле техники, в смысле всего. Но это может оценить только сам художник. А публике, представьте, такую картину неинтересно смотреть. Лучше смотреть на цветы, правда. И тут вся переписка с великими княжнами Ольгой, Татьяной, Мария Анастасией. Мы перевели это еще на английский язык, так что это будет всем понятно. Труд хороший был, но это было именно вот в честь начала войны. Я слышала в ваших предыдущих интервью, вы говорили, что хотелось бы, конечно, создать некий музей, да, посвященный этой прекрасной женщине. Все еще хочется, все еще хочется. Я пока что тикаю, знаете, понемножечку. Я считаю, что, может быть, все-таки у меня хватит еще выдержки, дисциплины, чтобы дожить до того, даже если нужно будет еще 35 лет жить. Ольга Александровна была та, которая сама взяла именно своей женственностью, своей желанием иметь детей, иметь семью и ласку, передать свою и получить ласку. То она именно вот пошла с сестрой милосердия работать с первого дня объявления войны, устроила госпиталь, выносить, перевязывать и выносить, и помогать, так сказать, больным. Вы не представляете, что это такое. Это очень тяжелый труд, потому что я работала с сестрой милосердия, я знаю, что это такое. Выносить судно тоже не очень приятно. Кроме того, видите, она никогда тоже не оставляла надежду свою, когда у нее было стремление, я вижу по всему ее движению, что она достигала того, что она хотела. Так что, видите, когда человек хочет что-то идейное сделать, я говорю, я стараюсь, я все-таки еще не теряю надежду, что я открою музей. Жалко, вещи пропадают, уже лежат здесь главные. Именем Великой Княгини назван благотворительный фонд, который вы назвали. Совершенно верно, да. Я знаю, что он начинался именно как для оказания непосредственно гуманитарной помощи, когда страна находилась в очень тяжелом положении. Дальше вы переключились в большей степени на какие-то культурные просветительские проекты, да? Я вам и восторгаюсь, вы, видно, здорово подготовились. Редкий случай. Да, мне было очень приятно со всем этим знакомиться. Так вот сейчас благотворительный фонд, который по-прежнему существует, что в основе его действия? Мы продолжаем еще благотворительность, потому что детская республиканская больница, в которую мы доставили тогда искусственные почки, то есть аппараты искусственной почки, которые промывают кровь, мы до сих пор им сейчас ремонт небольшой сделали. И школы, которые мы поддерживаем, обратятся к нам, скажут, нам нужно там учебник или то-то еще, мы тогда, так сказать, исполняем это. Но есть сейчас другие уже, понимаете, я считаю, что моя обязанность была показать людям, что такое благотворительность и что такое добровольное жертвование. Люди, у которых деньги есть, понимаете, в Европе нет такой широкой души, как и у России есть. Русский человек, он если кутит, он кутит, понимаете, тот не считает, что будет завтра, он кутит. Если он дает, жертвует, он жертвует щедро. Вот лично для меня встреча с вами, это, во-первых, огромная честь, а во-вторых, я считаю, уникальная возможность побеседовать с человеком того поколения, которое, как бы грустно это ни звучало, да, уходит понемногу, вот с каким посланием вы бы хотели обратиться к молодому поколению? Что бы вы хотели, чтобы они в себе сохранили в первую очередь? Я считаю самым главным любить родину, любить свою родину. Но я вижу, что это трудно человеку, понимаете, когда у вас есть деньги, и у вас есть возможность, и у вас есть все, и вы никогда не были голодны. То вы не понимаете, как себя чувствует человек, который был голодным. И вот это чрезмерное, может быть, я не знаю, я не имею ее никак, но это вот чрезмерная или любовь к России, я ее объясняю тому, что вот эта тяга к родине, это, понимаете, бросить все, так сказать, это, и уйти, и жить здесь на диванах, спать, в конце концов, когда у меня дома шикарная кровать есть, дома, где дома, не в Москве, а дома в Торонто, то это как пустяк, я привожу пример, понимаете, но просто-напросто, во-первых, хочется и с дочкой быть, хочется и с внучкой быть, и я всем этим пожертвовала. Я пожертвовала, и мне другой раз, когда я начинаю с ними говорить, она плачет с той стороны, я плачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok